День народного единства стал государственным праздником в 2005 году, когда был издан соответствующий указ. Однако отмечался он и ранее. Так, в 1649 году царем Алексеем Михайловичем был издан указ отмечать памятную дату 22 октября по старому стилю, как день освобождения Москвы от польских князей. Дмитрию Пожарскому и Кузьме Минину удалось дать организованный отпор врагу. Говорят, что Минин видел в своих снах Сергия Радонежского, который убеждал начать освобождение русских земель. Кстати, ополчение, которое одержало победу, не было народным. На самом деле речь шла о наемном войске, поскольку воинам платили деньги от 30 до 50 рублей в год. События смутного времени привели к престолу Романовых, последнюю царскую династию, правившую в России. В честь подвига героев была написана опера, которая вышла по радио в 1938 году. Но не все знают, что в ее создании принимал участие сам Булгаков. А еще стоит отметить, что одна из песен этой оперы, звучащая от имени народного ополчения, регулярно исполнялась в тяжелые годы Второй мировой войны. Сегодня День народного единства – это всенародный праздник. Его ежегодно отмечают 4 ноября. Это выходной день, и он проходит с народными гуляниями, в которых может поучаствовать каждый желающий.